Научно-технический прогресс не стоит на месте. Интернет давно и прочно вошел в жизнь каждого человека. Но цифровизация имеет и обратную сторону. Современные технологии не только комфорт, но и новые проблемы для граждан, которые становятся жертвами циничных мошенников. Это уже не проблема, а война между добром и злом. Последнее, как известно, никогда не дремлет. Один из новых сценариев. В мессенджере приходит сообщение «Проголосуйте за моего ребенка». Отправитель, якобы друг или родственник. В самом тексте ссылка. Переходим по ней. Чтобы оставить свой голос, необходимо ввести номер телефона, затем полученный код. После выполнения процедуры – самая интересная часть постановки – аккаунт взламывают и используют персональные данные для махинаций. Самый надежный способ защитить себя – двухфакторная аутентификация или, проще говоря, несколько этапов входа. Первый – логин и пароль. Второй – специальный код, который приходит по смс или на электронную почту. Известная фраза «Красота требует жертв» стала девизом и некоторых мошенников. Так, от действий воров пострадали 20 девушек. Они хотели стать участницами престижного бьюти-конкурса. При этом сами искали объявления в соцсетях и, не зная того, писали мошенникам. Последние просили сделать видеовизитку, заключить договор и перечислить деньги. За год набежала сумма свыше 46 тысяч рублей. Вы со своими близкими проводите беседы с пожилыми? Конечно, с мамой, с папой, да. Обязательно, с дочкой. То есть они у вас научные? Конечно, обязательно. Позвонили, сказали, что выиграл там сумму денег, так и так надо переслать этот, как свои данные. Со своими пожилыми родственниками надо наблюдать за ними и объяснять, что сегодня новые технологии, к сожалению, не только прям используют, но и для мошенников хороший клад. По телефону просили предоставить информацию о карте. И чем завершилась история? Ну, люди не верят в последнее время. Присылали мне смс-ки на ваше имя, получен перевод, но я сразу чистила. Вайбер – один из самых популярных мессенджеров у преступников. В феврале на звонок решила ответить преподавательница одного из бобруйских колледжей. На том конце интернет-провода человек представился сотрудником милиции. Под предлогом предотвращения оформления кредита разузнал нужные данные и присвоил себе 10 тысяч рублей с карт-счета женщины. УВД Бобруйского госполкома информирует, чтобы не стать жертвой мошенничества, нельзя переходить к посторонним ссылкам в интернете, не вводить свои личные персональные данные на незнакомых страницах. И все же самый распространенный способ обмана – «Алло, мама». У этого сценария нет возрастных ограничений. Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно помнить одно простое правило – доверяй, но проверяй. Ведь у киберпреступников нет ни стыда, ни сожаления, только выверенные действия манипуляторов, для которых все остальное – лишь объекты наживы. Карина Гуревич, Максим Галенка, Бобруйск, 360.